всем привет канал уже не доктор на связи эдуард и мы сегодня будем с вами рассматривать эфириум по отношению к биткоину да наконец-то я добрался до этого графика да и я заслуживаю лайк подписку и колокол ну или хотя бы только лайк если все остальные требования вы уже выполнены да это именно требования да я настолько уже обнаглел да ладно шучу коммент еще не забудь написать этого было бы недостаточно давай посмотрим что у нас тут прямо с самого начала просто вот кидаем взгляд что мы видим здесь ну что видно здесь видно здесь двойную вершину вот она раз два ну вообще здесь как одна двухголовая какая-то такая вершина а вторая как-то чуть-чуть что ли по по растянутей было и у нас был здесь пробой ложненький да якобы вначале всех выбило по стопам кто шарты здесь открывал и собственно мы обратно вернулись но давайте посмотрим на этот актив точнее на эту пару сладкую парочку твик с эфириум и биткоин какие же у них все-таки сложные взаимоотношения были ли тут еще где-нибудь здесь вот двойные вершины вот похожие на эти ну вот в принципе да не совсем верно с точки зрения двойных вершин потому что разница то в принципе существенная между ними двумя между этой вершинкой этой ну как бы так с натяжкой конечно в принципе можно как-то еще и сказать что да двойная вершина вот в принципе да вот момент очень похожий вот поэтому да в как минимум я вижу прямо вот два похожих примерно случая в особенности похож был именно этот потому что смотрите-ка так тут у нас правда у нас эта вершинка меньше этой но ненамного то есть как правило мы видим 2 вершинка меньше 1 здесь у нас тоже 2 мишинка вершинка меньше 1 мы видели здесь получается цены совершили ложный прокол этого уровня линии шеи раз вот здесь прокололись здесь видимо занимали люди короткие позиции тоже повыбивала и все-таки вернулись обратно как давайте логарифм наверное включим чтобы удобнее было все дело смотреть чтобы было это все дело чуть-чуть поудобнее смотреть так тут даже было несколько ложных проколов но тем не менее ни одного закрытия ниже уровня шеи не было то есть ни одного недельного закрытия не было в принципе если люди которые выдерживают хотя бы одну неделю фильтра еще лучше 2 то они намного реже оказываются в подобных вот ситуациях отработали ли здесь цели этой двойной вершины да похоже что да они почти немножечко не дотянули давайте посмотрим сколько тут процентов было по минусу сейчас не в ту сторону посчитал ну вот цены на 54 процента по отношению к биткоину еще упали то есть больше чем на 50 процентов более чем два раза цены упали хорошо окей здесь ну тут понимаете тут немножко другая история все-таки потому что здесь не было ложного прокола ни одного здесь как бы вот это вот вся история она на самом деле здесь было намного более понятно чем например здесь да потому что здесь то ли это неудачная пятая волна была да хотя честно я смотрю здесь ну я ты от буквально несколько минут до начала этого ролика пытался здесь как бы волны посчитать и на разных таймфреймах считал и да я могу это сделать но тут как бы нужно прямо прямо уже сильно натягивать саму на глобус я я этого делать не люблю то есть в принципе я могу по волновой теории даль на любой блять картине честно вам скажу извините за мат я могу просто блин на любом графике по хоть там вообще будет полный бред я могу в принципе туда натянуть волновую теорию ну почти всегда да то есть как-то там представить супер сложную какую-то коллективную комбинацию и сказать что ну вот у нас вот такая вот череда коррекции разных степеней и и больших крупных комбинаций вот поэтому да с помощью если чё-то те же нужно прям подстроить то значит на там коррекцию куда применять ну здесь как бы ну вот в этих вот местах ну прям вообще все очень некрасиво выглядит и как бы намекает на то что если волновую теорию применять то все это коррекция ну в принципе кстати может быть может быть да и с точки зрения смотреть потому что здесь как бы на самом деле вот в целом если не обращать внимание на детали и в отдельные эти волны здесь вот был в принципе красивый импульс раз два три 4 5 вот здесь вот немножко некрасиво конечно но я думаю есть там преувеличить немного таймфрейм то может быть и будет видно да здесь в принципе уже видно раз два три 4 5 то есть это как полноценная троечка это сама себе единичка ну и походу да это действительно к это неудавшаяся пятая волна и здесь просто зигзаг вот когда вот неудавшиеся пятые волны да когда они даже не достигают уровня конца третьей волны вот как здесь если предположительно скажем то очень сильно усложняет жизнь в волновику и знаете на практике могу сказать что как бы может быть даже в таких случаях стоит волновую теорию просто немножечко отложить сторону до лучших времен когда вот ты как бы немножечко обескуражен что это такое то есть это что вообще происходит поэтому здесь во всяком случае сейчас уже с течением времени примерно там можно в принципе сказать что да здесь была неудавшаяся 5 зигзаг а тут что вот что тут здесь у нас вроде бы как есть импульс но здесь вот вроде бы как тоже есть импульс и все это вот выглядит как зигзаг да и вы ему предшествовал импульс то как бы следующая волна должна быть вверх уже импульсом а вот что вот это такое раз-два перекрытие 1 перекрытие 2 перекрытие 3 перекрытие 4 перекрытие ну ладно здесь ok ok давайте это все за можно вот это ладно можно не считать предположим но вот это вот ломаная разве что если это такой крупный какой-то треугольник и вот он весь такой вот этих трешек состоит разве что такой вот расклад ну в принципе тогда да это как бы катит и как минимум а б ну ведь мы уже вышли как бы за пределы его но нам кстати не обязательно прям вот так поступать с ним можно еще вот так сделать да я думаю так будет правильнее но тогда нам надо как-то здесь все таки вот эти две впадинки использовать тогда это может быть а б с д и сейчас последняя ешечка ну предположительно да ну вот так вот допустим а хотя ну сейчас мы чуть-чуть перестроим а б с сказать в д и здесь может быть е так сейчас наверное вот так было бы правильнее при таком раскладе все это нарисовать но тогда у нас вот тут тут тоже должна быть тройка вот это должна быть все троечка вот эта волна б немножко меня смущает но еще мы можем размеры соотношений тут посчитать и нам могут подсказать они а здесь как бы вот немножечко не не прокатывает соотношение немножко не прокатывает значит может ли быть такое что все таки вот тут у нас за к не закончилась волна а здесь у нас была волна б сейчас тут все б тут у нас сейчас идет только цешечка а здесь еще у нас впереди д ну в общем то тут наверное все таки вот так правильнее было бы да потому что здесь явная пятерка и здесь скорее всего пятерочка так что тройка да и здесь должна быть тройка в принципе как-то натянуть сюда коррективную структуру это единственное объяснить логичное объяснение почему вот здесь такая форма ну и здесь точно такая же да почему только тройки могут быть ну точнее не тройки а только коррективные волны коррективного типа могут ходить с такими перекрытиями импульсы так не ходят перекрытия в импульсах могут быть только в случае растяжений вот но тут как бы совсем другая история поможет нам в этом всем а фиба то есть допустим а по отношению вот у нас есть уже волна c и а до сформированы то есть а почти цешечка сформирована вот цешечка если допустим здесь закончится то это будет соотношение там допустим 0 382 примерно да если вот она закончится там к зиме этого года да потому что здесь все таки цены идут более-менее в каком-то канале пускай даже он сейчас немножечко расширился под конец но тем не менее да увеличилась волатильность и тем не менее мы видим даже можем там принципе как-то линию канала здесь провести то в принципе она где-то вот здесь как раз и закончится на уровне 0,382 по соотношению в принципе да может быть да такое можем сравнить отношения волны той же волны а к б и здесь у нас получается 0 786 почти ну да немножко не чистая ух не чистая сила нет нет некрасиво конечно ну в основном кстати у треугольников но 618 должны быть отношения его по крайней мере волн чередующихся здесь конечно не совсем типичный вид треугольников да на всякий случай перепроверил действительно наиболее частое соотношение треугольников волн друг другу 0 618 а то я такой прям аж немножко засомневался а вдруг что-то нет но здесь мы видим либо тут волны немножко у меня неверно почти ну тогда он я думаю что здесь все на самом деле верно потому что по идее тяжело я не знаю как назвать вот эту волну тройкой даже наверное язык не повернется очень красивый импульс поэтому 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 да это часть тройки и в любом случае b меньше чем а поэтому да я думаю это более верный вариант ну давайте предположительно до бэк c померяем да какое здесь может быть соотношение предположительно у нас вот тут будет получается 0 5 а ну мы же мерили точно 0 5 сори ну и там уже дальше как будут да и развиваться надо смотреть в любом случае на поведение цены в рамках этого треугольника куда будем выходить но вообще по всей логике если вы смотрите вот такой вот на крупный график у нас хотя бы да у нас цены не начались с исторических минимумов по крайней мере здесь на графике бинанса я не знаю может быть там на коин маркете где-то давайте посмотрим где у нас тут на коин маркет капиа когда там вообще начались торги ну да август пятнадцатого года и тут у нас тоже с августа пятнадцатого года с начала августа поэтому я думаю мы более старый график вряд ли найдем а может быть где-то и есть но насквозь меня не изменяет память как раз тогда примерно торги и начались в пятнадцатом году второй половине и да как бы но нужно же понимать что перед тем как начались торги там был этап раннего сейла то есть там были сборы поэтому наверняка цена была там дешевле там я не помню сколько 50 центов была цена за один эфир поэтому да возможно вот как раз тот сейл можно и принимать как за первую волну это у нас была вторая волна то у нас третья растянутая и сейчас у нас четвертая треугольник и получается что цены не могут пойти ниже по отношению к битко то есть они не могут зайти при таком раскладе на территорию волны номер один то есть не могут пойти ниже чем ноль целых двенадцать с половиной сотых биткоина за один эфир то сейчас цены не имеют права туда спускаться поэтому по крайней мере это еще несколько иксов от текущих значений ну как бы только такой расклад как бы сотрет такой сценарий ну в любом случае мы намного заранее получим медвежий сигнал если будем все-таки прорывать этот треугольник в сторону понижения с некоторыми подтверждениями там хотя бы во временных отрезках в виде там закрытия недель нескольких недельных свечей потому что все-таки размер данного паттерна уж очень велик почему есть вероятность все-таки пробитие вниз ну хотя бы даже только потому что биткоин доминация смотрит вверх эфир он хоть и крупнейший альткоин но тем не менее альткоин все еще не знаю может быть как-то немного против рынка пойдет но ой думал у меня красивая кружка сейчас у меня просто кружка у меня кружка была сегодня пил кофе на английском писано я настроен по быче вот поэтому такая чисто трейдерская а тут тоже что-то было такое но она облезла вот тебе пожалуйста качество поэтому в общем то в принципе кефиру отношение у меня точно такое же как и ко всем альткоинам я предпочитаю сейчас вообще не лезть никуда ну по крайней мере по крупному да то есть лучше перебздеть чем недобздеть это основное правило которое у меня выработалось уже годами работе на рынках просто да ты так меньше заработаешь но ты всегда останешься на плаву и вряд ли что-то ну хотя всегда есть шанс конечно обанкротиться но вряд ли что-то тебя выбьет из колеи когда ты просто контролируешь размеры своих рисков да были времена когда рисковал по полной программе я сильно за это в свое время поплатился особенно в восемнадцатом году вот больше так делать не хочу очень не хочу вот и вам не советую если хотите оставаться и таким вот образом зарабатывать деньги именно что зарабатывать а не просто за эмоциями сюда приходить так ну это вот мы определились примерно да с глобальной картиной в любом случае надо смотреть на эти трендовые линии надо смотреть на то что было раньше да здесь вот по крайней мере вот в этой точке в похожей биткоин эфир по отношению к битку просаживался еще на 50 процентов ну и давайте мы отсюда тоже 50 процентов отложим там 54 даже было по моему это получается ноль целых двадцать две тысячные биткоина за один эфир вот двадцать две тысячные ну в принципе кстати интересный уровень вот вот да хороший уровень его можно выделить хорошо здесь было несколько сани вот самое главное вот такое вот очень хорошее чистое касание здесь очень чистое касание здесь вот эти три касания они прямо дают очень серьезный момент обращать на это внимание да то есть если в принципе история как здесь повторится то ну а если история с целями по двойной вершине повторится то цели будут чуть-чуть повыше двадцать шесть тысячных но кстати не советовал бы наверное все-таки не туда не туда целиться есть и вообще открывать сейчас короткие позиции потому что ну ну видите как как какое количество перекрытий каким рваным образом движется цена это же мы глобально смотрим примерно что не значит что прямо нужно прямо туда целиться максимальные цели всегда должны ну или по крайней мере любые цели данном случае это не максимальные цели его максимальные цели это его ноль это попадение всего понимаете всего что чего есть цена максимально низкая цена максимально высокая цель это ноль вот поэтому да любые цели они должны быть скорректированы ну Ну, здравым смыслом, и если мы видим здесь все-таки нижнюю границу потенциального треугольника, то здравым смыслом будет возможность здесь как-то защитить получше, если цены сюда достигнут, получше свои короткие позиции, если у вас там, допустим, вы будете открываться по битку, по эфиру к битку в короткую. Но если бы я открывался, допустим, по эфиру к битку в короткую, то, ну, наверное, все-таки уже от верхней границы этого нисходящего тренда. Вот у нас есть как бы тут подобие трендового канала и нисходящего тренда. В принципе, ну, вот не люблю, когда не параллельно. Ну, объяснить отсутствие такой параллельности можно, конечно, коррективной природой данной формы. Но в любом случае тут же она должна из двух импульсов как минимум состоять. Даже если это тройка. Если это часть тройки, то это вообще должна быть пятерка, но она такая некрасивая, такая стрёмная. Вот, ну, что сказать. Все равно движемся вроде бы как более-менее в рамках канала, пускай даже линия канала немножко некрасивая. Ну, лучше уже тогда, наверное, так сделать. Просто по краю провести параллель. Можно две линии уже так, чтобы никому обидно не было. Вот так второй такой буфер целый сделать за счет этого выпада. Можно, конечно, посмотреть еще на арифметической шкале, как это все выглядит. А выглядит так, как будто бы здесь просто поменялся угол наклона тренда. Ну, да, ладно, давайте на логарифм вернемся. И, возможно, надо здесь просто сделать так. Может же у нас угол наклона поменяться? Может. Сейчас мы покрасивше сделаем. Сделаем вот такую линию. И сделаем вот такую. И здесь мы, получается, проведем параллель. В принципе, неплохо. Вот это терпимо еще. Ну, можем еще вот эту попробовать. Но она сюда хуже ложится. Ну, можем по всей ширине ее поставить. Но тут разницы нет, потому что они, в принципе, уже здесь где-то примерно в одном... В одном диапазоне. Ну, да ладно. Нижнюю даже не будем проводить вот так. То, в общем-то, я могу так сказать, что, наверное, оптимальным раскладом здесь сейчас было бы, наверное, все-таки не играть. В короткую против битка с эфиром пока что, да. Пока мы все-таки у линии канала данного нисходящего тренда находимся, да. Здесь как бы запросто могут либо цены в боковик пойти и просто здесь держаться до момента соприкосновения с нижней границей этого треугольника, либо все-таки даже еще подняться. Ну, и в любом случае пространства для снижения остается, ну, не так, чтобы прямо очень много. Вот. Поэтому оптимально, наверное, все-таки было бы даже немножко потерпеть, понаблюдать. Вдруг еще просядет процентов там так на 15-20, да, со временем. Там, может быть, на это понадобится несколько, не один месяц. Там процентов на 10 даже, там 12-13 процентов. От текущих, я имею в виду, да. Так-то он вообще может еще подняться, потом еще на 25 процентов опуститься. И это может занять там не один месяц, на самом деле. Может быть, даже уже в следующем году. И там уже просто открыть лонг по отношению к биткоину. А сейчас есть чем заниматься, ребята. Биткоин. Все внимание, на мой взгляд, сейчас должно быть приковано к биткоину. Ну, потому что и биткоин доминация, и у биткоина гораздо более выраженная картина. Более, так сказать, ясная, понятная. Почему, в принципе, он может вырасти. Как-то все-таки технически он выглядит получше. Если играться, допустим, эфиром по отношению к битку. Эфир по отношению к доллару. Тут вообще отдельная история. Тут-то, в принципе, вот эта вся ситуация с треугольничком-то, она, смотрите, как хорошо протестировал эту нижнюю границу. С моего последнего обзора мы как раз проводили эту нижнюю границу этого треугольника, обсуждали моменты его выхода. То есть, если цели отмеряли, то, в принципе, вот здесь как раз этот треугольник хорошо виден. А, Б, С. Здесь уже С-шечка закончилась. Вот то, что там еще С-шечка в процессе. Здесь она уже закончилась. Сейчас уже в процессе волна Е. Точнее, Д, а потом еще будет Е-шка. И потом должен быть уже будет выход из этого всего дела. Вероятнее всего, в сторону повышения все-таки этот треугольник. Ну, тут уже совсем, конечно, космические цели в район 20 тысяч долларов. Но, да, в принципе, почему бы и нет? А почему бы и нет? Допускаю, что в какой-то момент, ну, может быть, чуть и поменьше, но, может быть, там не на все 100% цели будут выполнены. Но, в принципе, ну, ладно, давайте посмотрим на арифметические цели. Тут-то, в принципе, я думаю, так-то тоже можно треугольник провести. Ну, да. Тогда здесь еще С еще не закончилась. Но, судя по реакции, да, вот, которая сейчас произошла, то правильнее все-таки использовать логарифмическую шкалу, потому что здесь как бы по арифметической волна С еще не закончилась. Ну, да ладно, давайте цели все-таки померяем по арифметической шкале. Окей. Давайте. Здесь тогда в район 7,5 тысяч долларов. Там, знаете, я бы, наверное, даже все-таки целился бы в двадцатку. Просто с защитой. А что, мечтать не вредно, я вот так хочу сказать. Просто на это время, конечно, понадобится. Здесь у нас есть линия тренда восходящего. Вот она такая сломлена была недавно совсем. Вот она будет сопротивлением, кстати. И двадцаточки она достигнет в декабре 26-го. Ой, ну долго, не знаю. Мне кажется, этот период будет не очень хорошим. Либо это с точки зрения инфляции будет достигнуто, может быть. Хотя, какая инфляция в условиях всемирного кризиса? Наверное, наоборот, какие-то, возможно, дефляционные процессы будут идти. Черт его знает, тяжело сказать. Тогда надо срочно возвращаться в пределы этого предыдущего восходящего тренда. Тогда надо быстренько вернуться ему. Обратно будет. Не на него толком не обращая внимания. Обратно. Просто он будет, конечно, в любом случае будет в какой-то момент играть роль сопротивления. И, может быть, да, здесь какая-то будет маленькая там локальная коррекция происходить от этой линии тренда. То есть она была поддержкой. Сейчас это очень велика вероятность, что станет сопротивлением. Но нету непреодолимых преград, так сказать. Не бывает ничего невозможного. Поэтому, да, в долгосрочной перспективе у эфира к битку очень хороший потенциал. Если все-таки это треугольник, то тут цели, предположим, где-то здесь будем пробиваться. Ох, 39, почти 4 десятых биткоина за один эфир. Ну, даже не знаю. Ну, да, в принципе, мы с вами 0.15-то видели уже. Видели. Было? Было. Скажи, кто-то это вот здесь, да, там в 15-м году, что так будет. Да никто бы не поверил. А почему 0.4 не может быть? Да, наверное, может. Знаете, вообще нет ничего невозможного. Но в любом случае, я вам так скажу. Можно и помечтать. Можно и помечтать. Главное, не замечтаться до такой степени, что вообще потерять рассудок и все последнее нести куда-то в одно место. Ну, и тем более уже там не защищать свои позиции. То есть разумно, терпеливо выжидаем удачные моменты входа. Сейчас, допустим, заходить в эфир, ну, даже если он прямо отсюда сейчас полетит наверх, но это неудачная точка входа. Ну, надо искать какие-то крайние положения. Что вот если что-то пойдет не так, чтобы можно было выйти с наименьшими потерями. А отсюда, ну, как ты выйдешь с наименьшими потерями? Да никак. Локально, конечно, здесь, может быть, как-то и лонг можно было бы взять на следующие пару месяцев или недель с возможностью отрастания на каких-то 20-25% против битка у эфира. Но с учетом показателей биткоин-доминации, ну, даже не знаю, стоит ли такой ерундой заниматься. Наверное, нет. Вот поэтому, ну, если уж так прям хочется свой биток поменять на эфир, то, наверное, это все-таки лучше делать у нижней границы этого потенциального симметричного треугольника. То есть еще ниже от текущих. То есть от текущих еще ниже на хотя бы процентов на 10-12. Кстати, вот отсюда это будет, получается, 27%. А тут вот сколько у нас тут было падения от этой двойной вершинки вот здесь? 33%. Здесь 33%. Ну, примерно, да, там мы стреляли то ли 54, то ли 47. Видите, каждый раз меряешь, каждый раз по-разному. Мистика. Так, ну, 47, 33, грубо говоря. И здесь предположительно, допустим, 28, да, будет в общей сложности. Ну, тогда тенденция, в принципе, налицо. Да, то есть развитие тренда, развитие треугольника, по крайней мере, да, здесь, в этой точке уже идет. И тем самым уменьшение волатильности по мере его развития. Уменьшение, кстати, объемов должно быть. Ну, вот, кстати, вот здесь вот в волне B мы видим увеличение объемов. Ну, может быть, только на Binance такое происходит, происходило. Вообще, тут с развитием каждой волны объемы должны падать. Вот здесь вот уже объемы выглядят так, как должны. Ну, это надо смотреть, конечно, в общем и целом. Где у нас какие объемы больше всего? А, ну, они на Binance вот, да, но они по отношению к USDT, конечно, самые большие. А тут можно как-то? Я уже сто лет не пользовался нормально CoinMarketCap'ом. Тут можно как-то поменять его на Bitcoin? Я даже не знаю. Тут, наверное, есть пары. А, ну да. Ну, что-то Bitcoin по объему, эфир к Bitcoin особой популярностью, конечно, не пользуется. К USDT. Ну, ладно. Ну, USDT тогда посмотрим. Ой. А вот здесь вот уже все правильно по объему. Здесь вот снижение, снижение, снижение. Вот здесь красивее, конечно, по отношению к доллару этот треугольник развивается. Вот. И мы сейчас вот заканчиваем волну C, так что я думаю, сейчас в ближайшее время пойдем там в район до 4000. Вот, кстати, Ешечка, она потом будет коварной. Очень часто у Ешечки потом. Ну, это уже, на самом деле, вопрос следующего года с учетом масштаба. Очень часто Ешки создают в таких симметричных треугольниках ложные пробои, ну, как в данном случае, в сторону снижения. Там всех бреют, и потом уже это все летит наверх. Такая история. Это такой глобальный анализ. Не знаю, ни к чему, наверное, да, локальную картину смотреть. Зачем? Вы что, внутридневной трейдер? Тогда зачем вы меня смотрите? Я вам тогда не нужен. Вы должны быть суперпрофессионалом. И сами должны знать ответ. Ну, да ладно, может быть, в следующий раз. И так видео уже затянулось. Ого, 34 минуты. Я тут в шапке сижу, потому что волосы отращиваю, а мне уже жарко. Так что на телегу подпишись. Вот если в начале лайк не поставил, решил схалтурить, я же все узнаю, все равно. Лайк поставь, подписку, колокол, коммент. Спасибо большое тебе за просмотр. Надеюсь, что у тебя будет все хорошо, и ты много денег заработаешь. Грубо говоря, желаю тебе жирного профита. Увидимся с тобой, скорее всего, завтра. Пока.